Ведущий комедий-клуб Украина, Олександр Ангел Петан! Ведущий комедий-клуб Украины Міністерство охоронної здоров'я України Потап і Настя Каменських попереджають Люди, не купайтеся в Дніпрі, а то з'являться пиршки-пу-пиршки А може статися ще гірше, ви зустрінетеся з резидентами, які зараз вийдуть на цю сцену Це дует «Добрий вечір» Андрій Бурим-Бурим, Сергій Лойстагов, поїхали! Пиршки-пиршки-пу-пиршки-пиршки У нас на районе Мне звонят, озвунят Стены все в баллоне Вася, шо ты гониш У нас на районе На районе На районе Всем привет! Добрый вечер! Привет, Арена! Пиршки-пиршки-пиршки-пиршки-пиршки-пиршки-пиршки У мене теже называется «Кто мой отец?» Да, пусть буде так Ты знаєш, что мой отец? Ты! Ты знаєш, что мой отец? Ничтожество! ПЫЙ! Плинтус, ты ходячий! Ты знаєш, что мой отец? Ты знаєш, что на секунду ще... Знаешь или нет, кто мой отец? А вы что расселись? Сидят, ржут Знаете, кто мой батя? Знаете, нет? И так как вы успели догадаться в передаче «Жди меня» В гостях у нас Андрей Бурым, который хочет узнать, кто его отец Ваши аплодисменты, да, Матерья? Дождёмся Следующая миниатюрка такая весёлая Без названия Так, дальше, что ещё? Что? Хлебушка Хлебушка? Хлебушка, да Один кусочек Один кусочек Что ещё? Соль Соли не будет Ещё варианты? Сахар бессмысленно просить Водички просто Из-под крана Просто стакан Я не рассчитывал Просто стаканы Да Стаканы Дальше что? Всё? Да и так, по-моему, уже Всё? Да? Хорошо Алло Алло, Федь, записывай радио в фабрике звёзд Значит, хлебчик Стаканчик один Соль Спасибо Дальше такая весёлая история Называется Случай в захидноукраинском селе Добрый день Добрый день Доброго дня Добрый Доброго дня Подожди Ну, не То, конечно Да? Ну, и шо? Е, Баржоми? Кооперация Кажу, Е, Баржоми? Не Е, Бонд? Не Е, Баунти? Не Е, Бёрн? Е, Булки? Е, Бухло? Давай Это Весенась Е Е, батя ему Е Спасибо Спасибо Сергей Стаков Добрый день Официально Наш Пупырышки 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 У нас на районе Не звонят А звонят Денеси в балоні У нас Знаете, я им вірив Що вони справжні панки До того, як не почув Що в них так, знаешь Так, собаке Задзвонив телефон Такая мелодія потужна Хард, рок, аллілуя Він піднімає трубку З таким серйозным обличчям Каже Да, мамуля, да Да, ні, ні Вся гаразд Я їм Їм, конечно, їм Не справжні панки Штат Южного банку Та Вадим Шешич Володимир Журавлёв Собака Поехали! Добрый-добрый-добрый-добрый-добрый-добрый-добрый вечер Кабиди-клаб Украина! Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Ну, у нас сегодня новости науки и открытий Вот такое себе! Вот такое! Итак, ваши аплодисменты, поехали! Молдавские учёные изучали катапульту И случайно заселили Марс Таджикси и хирурги провели успешную пересадку С одной станции метро на другую Филипп Киркоров случайно узнал, что последние пять лет жил не с Пугачёвой, а с Александром Песковым В Киеве открылся кукольный театр Вуду Приходи повтыкать Открылся новый гей-клуб Персик Вход, как обычно, с задней стороны Социологи выяснили, что самые настоящие патриоты Украины Почему-то живут в Ванкуверской области Если эмблему Бют перевернуть вверх ногами, то вместо сердечка получится отличная задница В Карпатах нашли мальчика, который понимает язык животных При нём была куча грибов и виза на Казантип Албанские учёные считают, что куры гриль несут омлет Стало известно, что дети едят мороженое для того, чтобы улыбаться А взрослые для того, чтобы попустило Доказано, что блондинки покупают в машину GPS-навигаторы, чтобы было с кем потрындеть Реприватизация по-украински В Одесский порт приплыли конкистадоры И выменяли Одесский припортовый завод на зеркальце и бусики Зварыч разговаривает во сне по-русски Таврия Славута развивает комплекс неполноценности до 200 км в час Вода из реки Днепр излечила мальчика Пришла к нему домой и говорит, будешь болеть, ублю Цветлана Вольнова, чтобы доказать, что она не вампирша, всем показывает осиновый самотык Стало известно, что Турчинов — это домовёнок Юлии Тимошенко Всё это более подробно тоже имеет своих домовёнков А вы берегите себя И смотрите комедий новостей Владимир Журавлёв-Собака Ставь Южная Банкота Комедий Клаб Украины Е-бэйби Зараз являются очень культурные и интеллигентные партии Они не пьют, не курят и не бьются Но только выпьют 50 граммов, так могут убить за сигарету Встречайте, до этого не Чехова Андрей Молочный, Антон Лирник Это ему можно сытить, что это будет Только не бейтеся, хлопцы Есть 50 граммов? Нет, нет Есть 50 граммов? Нет, нет Ну что ж, всё готово, всё, вот квартира Закройте глаза, чтобы был сюрприз, закройте глаза Вы знаете, вот две недели наши дизайнеры полностью переделывали квартиру И так, совершенно обновлённая Надо не открывать, не открывать И так, заходим, заходим внутрь, так, осторожненько входим Входим, и вот сейчас вы внутри Я зашёл уже, да? Волнуетесь? Да, да Ну, давайте так, давайте на счёт три Открывайте глаза Давайте, раз Не надо Да не надо Давайте, открывайте, ну открывайте, посмотрите Да я вам верю Да вы посмотрите, что? Мы всё переделали полностью, как вы сказали, всё полностью изменили Всё, всё, супер, спасибо, делай Я знаю, что жена у вас уехала в отпуск на две недели, да? Да, да То есть это будет для неё сюрприз, да? Это пидос вообще Она ничего не знает Ничего Ну, ну что, открывайте глаза, посмотрите Ну, вы люстру, люстру поменяли Вот эту старую, да? Да, да Да, сняли, сняли, сняли Ой, блин, спасибо вообще Но она очень старая вот была Да, да, 20 лет, 20 лет назад мы шли с женой по базару Вот, а она дорогая эта люстра Она увидела и говорит Купи люстру, купи люстру А я на мотоцикл деньги собирал, сука Мы убрали, убрали Молодцы, молодцы Всё переделали, да А это вот, это вот на кухне, это шкафчик И шкафчик с этими белыми эмалированными кастрюлями Выкинули? Да, убрали 30 штук вот это стоит, одна в одной За всю жизнь насобирала Да, убрали, выкинули Вы такие побитые, эти вот всё выкинули? Да, да Блин, где вы, дайте вас пацануя Шкаф выкинули Как вы сказали, шкаф мы выбрали С этими платьями, со всеми, всё же я разрешил Да, вы же сказали не вынимать, мы сразу с вещами Блин, там платья с садика, со школы, с выпускного Первый раз в театр, всё, там бабушкины, мамины Все вот эти платья, оно всё висит, вот так вот Вот всё, вот эти всё Всё в области, да Их ест моля, она их вот сует каштаны Всё убрали, вынесли Всё вынесли А вы его выкинули, да? Да, да, да А вы его так выкинули, чтобы она нашла потом, или нормально выкинули? Нет, чтобы не нашла, она что? Ооо, да это мало, надо закопать, нет, надо сжечь Надо сжечь, и потом же, они же нюхать будут ходить Они будут искать свои платья, эти шмотки свои Мы же выкинули, не найдут, всё переделали Всё, всё в этом, как вы сказали Мебель выбросили, панцирная кровать Поставили, да Умывальник вот этот Да, да Поставили, да, 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 всё нормально Да вы посмотрите Мне не надо, не надо Вы глаза откройте Не, не, не хочу это говно видеть вообще Всё переделается Не, 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 не Я просто, понимаете, я хочу, чтобы всё было вот так вот офигенно, стильно, чтобы кружка на цепочке, чтобы... Амали... да, алюминиевый, алюминиевый Да, 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 чтобы эта вот газета над лампой Дизайнер рассказал, дизайнер спрашивал, что вы сидели или что? Да нет, это не важно, это не важно Это хоть дизайн, слушайте, а вас жена не выведет из дома после этого? Да, как бы я с ней развёлся уже две недели назад, понимаете? Вот она со своим хахалем поехала на море, говорит, освободишь квартиру, вот я и освободил Ну всё-таки, давай, всё-таки, вы откройте глаза, вы посмотрите всё-таки Я не хочу даже видеть, не хочу Напоследок, напоследок Я вам доверяю, спасибо, ребята Отличную вы работу делаете Спасибо, спасибо Скажите, а есть на видео, как вы шкаф выбрасывали? Да, да, да Запишите мне на болванку, я буду на замедленном просматривать Да быстро уже быстро Спасибо огромное, Андрей Молочный, Антон Лирный Давайте Мечехову, мы ещё вернёмся Спасибо Здоводайтесь, кто зараз видит на эту сцену? Справжний украинский патриот Перед тем, как заколоть свиню, он обовязково просит у неи вибачения Сергей Бритулов, Тернобельской Сирии, ваши облыски Доброго вечера, пані Дабанови, всіх вітаю в Камоді Клаб Україна Радий вас всіх бачити, найбільше радий бачити тих людей, яких ви називаєте милим для їх серця словом звёзди Зараз будете їм плескати Почну з двох, ці двоє кілька років по, а не, вернее, почну з оцих двох Лось, Бурим, дуэт, Добрий вечер, так само сьогодні затисалися Міжзирок, облыски на їх адресу Подіваюсь, ви виправдаєте цей аванс, панове Так, поїхали по гостях Ці двоє кілька років заставляли сміятися всю Україну Це бариги, що ли? Ні, це не наркоділери Тобто, це панова Ірма Вітовська та Дмитро Лалінков, більш відомі вам як зірки серіалу «Леся і Рома» Я, насправді, дуже радий, що ви завітали до нас, нарешті вдвох О, на вечірки то так по одному якось приходили До мене дійшли жахливі чутки про те, що Лесю і Рому вже більше знімати не будуть Це правда? Закончились, так? Що трапилось? Леся затрахала Ромі мозг, я правильно розумію? Рома, дивіться на Ірму, Ірма стоїть, так Коротше, панове, я зараз спробую, ну, Рома, давай вже так буду називати, все одно ніхто тебе дні, мене буде називати тут Ром, давай я зараз спробую за тебе відімстити, якщо Леся тобі так хамила тих 4 роки І чисто з почуття чоловічої солідарності я мушу розказати вам одну маленьку історію про Ірму Вітовську Після якої ви зрозумієте, як було важко впродовж всіх цих років Дмитру Лавінкову Одного разу Ірма Вітовська запросила своїх друзів до театру, де вона грала в виставі Із цієї вистави Ірма Вітовська прийшла до нас, вийшла, ми всі поплескали, сказали, Ірмуся, ти була чудова Вона каже, а то може пийдемо десь на каву? І тут всі, хто був поруч, починають якось так тупо морозитися, я забув виключити утюжок вдома Потім було, до мене мама приїхала, і ще хтось сказав, у мене нянечка дома закрита з дитом, я уйду Короче, лишаюся я один, і ще, пане, я не відчуваю ще, де мене намахують, нічого не розумію Ну, і ми їдемо з Ірмою, ви приїхали в кав'ярню, сіли, замовили каву, і Ірма каже А, Сергій, то може по 50-ку н'яку? Я кажу, то я задоволенням, Ірма, з хорошою жінку, чого ж не випити по 50-ку н'яку? Я кажу, то може, давай зараз у по 100, щоб офіціант два рази не бігав Щоб ви собі все правильно зрозуміли, бутилка Ну, прийняли бутилку на двох, і я вже розумію, що треба валити звідси, я ж так само, не железний, вона красива жінка, всі діла І я так починаю вже все збиратися, там все заплатили, і вже виходимо, і вже перед самими дверями, ми вже стоїмо от в порозі, зараз я буду відкривати двері, як фрау Ірма Аккуратно так елігантсько повертається, вона все-таки актриса, і каже А, пане Бермен, я перепрошую, а чи не могли б ви і моєму колезі налити на коня ще по 100 грам? Навіть і ще одна бутилка на барстоїці Короче, коли я вилазив вже з цього кабака, там вже нічого не бачить, мене догнала така жвава Ірма А я вже все, у мене вже очі отак, і каже мені геніальну фразу, панове, зараз всі її зрозуміють І каже, Сереж, то ми вже ще по румколі Сереж, я що, що там було, або ні? Все ж тут коду Я після бутилки коняка взагалі ніякий, тому в принципі нічого не було, просто розвела мене на бабки Поздравляємо! Ірма, Ірма, перший заслужений типочек України Щоб ви себе зрозуміли, панове, що з цим термінатором Дімі Лалінкову прийшлося працювати на одній плачаці 4 роки Ребяточки, мені насправді дуже шкодує вас обожнюю, я з задоволенням завжди дивився Лесу плюс Рому І обожнюю вас кожного по отдельності, Ірму ніколи не буду забивати ці прекрасні моменти Я дуже шкодую, що серіал дійшов до свого логічного завершення його зйомки Тому що в Україні, насправді, дуже мало хорошого українського гумористичного продукту Тим більше приємно, що два найяскравіші його представники зараз спілкуються між собою Ваші облизки Леся Рома Наступною я хотів би представити гламурну діву нашого шоу-бізнесу Світську левицю та найкрасивішу жінку держави за версією журналу «Радянська жінка» Ваші облизки Маша Єфрасініна Маша на телеку вже дуже давно Маша, вона всюди встигає, вона і в фільмах знімається, і в виставах вона грає І в ток-шоу працює, і в «Євробачення» Маша І от, блин, скільки не старається Маша, все одно її знають не інакше, як ту дівочку, що вела підйом на новому каналі І вона якось так трохи гложе, мені здається, все-таки Панове, я мене, знаєте, яке питання цікаве, яке? Маша дійсно дуже така світська і гламурна дівчина Мене цікаво, за скільки грошей Маша готова знятися в рекламі «Мівіни»? Чого? «Мівіни» Це їда така Ну, так їда Ну, в принципі, за «Мівіну», мабуть, готовить Це бізнес-ланч на Троєщині Це «Махіто в трубочках» в таких маленьких Ось, що я вам розкажу, як буде виглядати кліп, рекламний ролик «Мівіни», де знімається Маша Єфрасініна Це буде, при чому, зразу два рекламних ролика знімається Значить так Італія Адриатичне море Білосніжна розкішна яхта На якій засмагла розкішна Маша Єфрасініна Запарює пачечку «Мівіни» Пробує першу ложечку, куштує з характерним «А-а-а-а-а-а» Пісачок витирає масні губи І каже Саме так я починаю кожен свій ранок Ця камера виключається Маша повертається на другу камеру Виймає коробочку і каже Шлунок не зможе, Мазим допоможем Серёжа! А можна також? Да, Машка У мене к вам вопрос, Сергій Дмитрич А скільки вам «Ми зим» і «Мівіна» за це заплатили? А насправді, ну, как би все по бартеру За эту рекламу? Не, ну, за цю? Да, да Марія Олександровна, я буду називати вас так, ви ж все-таки старший Марія Олександровна, бачте, це ви вже старожила на телебаченні І такі тернопільські Єжики, як я, працюють за «Мівіну» Повторяйтесь, ви вже... Не буду, все хорошо Марія Олександровна, в мене залишилось до вас тільки одне запитання От ви зараз працюєте в шоу, яке називається «Модний приговор» Там ви працюєте з Оксаною Караванською і з Дімою узборюю Моисеєвим, да? Прямо перепутал Ні, ну, я просто боюся Моисеєві, це не дивно, що я плутаюсь, коли його називаю Судя із вашої одежды, ви, Борису, не боїтесь, так натурали не выглядять Натурали так не выглядять Так, Сережа Сережа, старий, дякую, що прикрив мене ззаді О, так я от що хотів запитати З Караванською все, нахіра воду надо зараз перефитую По-моєму, смішніше, ні вже було, вже не буде Панове, я дякую вам, Марія Олександровна, що в перерві між Ніцею і Канами Ви знайшли час завітати до нас на шоу Маша і Прасідіна, ваші облицки На цьому представлення красивих, зоряних і розумних закінчилося Мене звав Сергій Притула, Тернопільський Сірий Борем лос на сцену Пирешки по пирешки, пирешки по пирешки Пирешки по пирешки Ви під ваші бурні аплодисменты Нам потрібні жертви, нам потрібні жертви На цю сцену Ірма і Діма, а в міру Леся і Рома Будь ласка на цю сцену Бросим вас Микрофончики дайте нам, пожалуйста Значит, ситуация такая Да, мы щас попросим вас, раз, как бы, очень любимый наш сериал заканчивается Мы вас попросим сыграть последнюю сцену Вы у себя дома Там ребёнок должен быть в последней сцене Нет, ту, которая до ребёнка За 9 месяцев А, смотри, как раз День в день Да, именно минута в минуту, я бы даже сказал Итак, вы у себя дома Пытаетесь заняться чем-то очень приятным Да, а ситуация очень простая Знаете, в самый неподходящий момент Кто-то начинает чему-то мешать Я только сейчас понял, зачем микрофон Не, они вам не пригодятся Вы просто делайте своё дело Вы уже понимаете Так, поехали Да, значит, мы сейчас уходим А вы начинаете играть сцену Как будто вот через 30 секунд Вот начнётся самое... Всё Поехали Аплодисменты Ну, это простенько, я думаю, да Да Как дела, как жизнь Добрый Поворачивайся Тын-дын Да-да Я вовремя? Да-да Я прошу прощения, презервативы нужны? Нет Нет, ну... Как? Совсем? Уже не нужны, да? Нет, спасибо, нам не нужны Тын-дын Здрасте Да, конечно Здрасте Что? Это аэробика, да, такая? Конечно А когда будете этим заниматься? А это ещё неизвестно Я просто что, пришёл Там спрашивают проводник Постельное будете брать, нет? Понятно Извините, не мешаю Всё, простите Здрасте 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 Очень... Нет, нет, нет Так продолжайте Тише, тише говорите Он услышит Так продолжайте Я из налоговой Ааа Ааа Я вижу, вы уже готовы Не так Я прошу прощения Вам презервативы не нужны Иди на логовый Давай, давай, давай Налоговая это надо Налоговая Здравствуйте Вы заказывали средства от импотенции Распишитесь, пожалуйста Ой, спасибо А, нет, вы заказывали Разрешитесь, пожалуйста Да, спасибо Здрасте Я ваш сосед Снизу У меня чуйка Что вы меня затопите Через минуту Поэтому вы аккуратно Да Хорошо Хорошо думает обо мне Здрасте Я ваш сосед Сверху Но мне больше нравится Снизу Да Нет А, да Глаза мне смотри Да, понял Не мешаю Извините Тын-дын Здрасте Фирма по обслуживанию Населения Здрасте Подонок Здрасте Что обслуживаем Что делаем Что из нас подонок Я в принципе Вашу кровать поднялся Подонок Здрасте Сергей Очень приятно Я вернусь попозже Добрый день Мужчина Вы продлевать будете Мне девочку забрать Если удобно В смысле Извините Понял, понял Не мешаю Извините Что ж не мешает О, наконец-то Туалет? Да что ж ты шустрый Нет Я сантехник Я так зашел Роме Сказать спасибо Не поняла Ну а шо Тын-дын Здрасте Я Сергей Стахов Мы просто поймите Мы не можем Это продолжать Бесконечно Да, поэтому Под ваши аплодисменты Мы провожаем Вас в зал Ваши аплодисменты Ласей, Рома Дима, Ирма Огромное спасибо Сегодня для вас Работали Квартет Дима, Ирма Сережа Андрей ДСО привечен Сергей Стагов Андрей Бурым Специально для вас Люди, которые кричат Ембис Думают, что это Матюк Зустречайте Андрей Молочный Та Сергей Бридула Тернобельский Сирый Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Арена Камеді Ну что ж Мы продолжим Нашу рубрику Сучасный Украинский Театр На сцене Камеді Так Сьогодні Мы с вами Виртуально Переносим На початок 20-го Стореччя Киевская Губернія Березовый Гайок Неподалек Панского Маятку Отож Постанова Диви особи Панский Наймит Та Паничка Постанова Рай В шалаши Під ваших вопросов Иване Маришко Иване Спеймай меня Маришко Паничка Тебе Иване А я тут Маришко Спеймай меня Ай Спеймай Маришко А Иване Скажи Подобуюсь я тобі Маришко Дуже ви мені До серця Припали А скажи Одружився б на мені Та якби Божеволя Та ваша ласка То хоч зараз Би за жінку взяв А ти знаєш Що до мене Панич Сусідський Залицявся А у нього Валів землі Аж до небе У тебе Ніколи Стільки не буде То як так вам Довподоби То чого Не одружитися З ним А дівки Казали Що він пєдік Паничко 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 Іване Скажи мені А ти вже Кокс нюхав? А що то таке Паничко І з чим його їдять? Та не їдять Дурень А нюхаю Чич Приїжджали Паничі З самого Петенбурга Ой Боже Іване Яке дворянство Яка культура Вщення Я отако З ними Стаю Балакою А він Коробочку Открива Нюхтиком Так набира І собі Так І робить І дуже З місця Паде Бабах А потім Ті паничі Позалазили на Трісоли І кідалися Каштанами Паничко Мирішко Може даремно Я то кажу Може Ризикую Навіть Життям своїм Але Паничко Киньте Киньте Все Киньте Ті маєтки Киньте Той кокс Та гайда Зі мною У Канаду Бо ніде Так не любиш Україну Як з Канади Ви не знаю Не знаю Іване Але ж Канада Вона якась Забита Зато там Такі низкі проценти На іпотеку Я буду працювати Садівником А ви А ви Паничко Будете мити Посуд у піцерії Перших два місяці Поживемо в підвалі А потім Я доволюся І знімемо мансарду Боже Як романтично Але я не знаю Моя матінька Моя бідна матінька Вона ж буде За мною сумувати 100 гектарів землі Бідна матінка Не буде сумувати За вами Марічко Бо ми кожен місяць І по весторінню Вон буде бабки пересилати Не знаю Іване Не знаю Може Кудись в інше місце Паничко Та з вами Та хочу Португалію на стройку Хоч в Іспанію на апельсини Та чорт забирай Хочу саму Великобританію На панських Полях королівських Полуницю збирати Ого Великобританія А потім ми поступимо в коледж І заживемо як білі люди Отак Марічко Всі себе наєблюють А я вас паничку дуже люблю Тому брехать не стану Іване Але ж я панська донька Я працювати не навчена Я не зможу працювати Марічко Просто Стомився вже найметом Коли вас бігати Але ж Марічко Та киньмо 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 Поїхали зі мною в Канаду Киньмо Мала не пложи Поїхали зі мною Дай подьос нам гу пану Алло Алло Муділа Ти що Думаєш я зовсім дурочка Буду з таким козлом як ти По всьому світу нелегалом кататься Вали в свою Канаду Заробиш грошей Купиш бричку мазераті Як моєго батька Приїдеш Тоді і побалакуємо А поки що Іди ти в сраку Сіроша Іди 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 Марічко Іди та знай Не відступлюся я від свого Повіду далеко Край за очі Далеко-далеко Буду пиячити У польських кнайпах Та в ірландських пабах Буду потім приходити Ввечері додому Та смажити дешевих повій А потім буду брати Твою фотографію І гірко плакати Хороший ти парень Сірожа Але зрозумійте І ти так нічо, Андрюха Але зрозумій Ну не виходять Такі казирні панички За таких лахов, як ти Бо шо? Бо це життя Давайте залишим Андрій Волошний Сергій Бридула Терлебівський Сірий Сучасні українські митці Спеціально для Камеді Клаб Україна Бачите Йоу, хто хоче побачити молодого Поплавського? Будь ласка, зустрічайте Роман Рамінєв на сцені Камеді Клаб Україна Добрий вечір, дорогі друзі! Всем привет із Одеси мамы, я Роман Рамінєв і по традиції для вас мої дресірованні піснюшечки Мало хто знає, що господарство, само того не ведая, оказыває влияние на семьи, которые собираються распасться. І ці семі перестають распадаться. К яким образом, ви зараз узнаєте в моїй піснюшечці, которая называется «Семейная со счастливым концом». Загуляла жена, да так, що ждет ребенка, неприятність капець, ще і не грітенка, но узнал, що дають восемь штук за це, неприятність эту ми переживем. Все наверняка сталкивались с проблемою выбора подарка. Ідеш кому-нибудь на любой праздник і думаєш «Блин, що ж подарити цьому людину?» Але в природі существують люди, для которых не потрібно совершенно задумуватися, що їм подарити. Піснюшечка поздравительно-универсальна. По переулкам дуєт в'юга, лицо снежинка Микаля. А деколон тебе дарю я на 23 февраля. Восьмое марта тоже скоро, тебе букет не повредит. Ты популярный на районе, ты один гермафродит. Все мы привыкли к тому, що блюстителям порядка можна все. Але справедливость все-таки существует. Следуючая піснюшка о ментовській справедливості называется «Сельский мент». Я в селе, участковый крутой, как шериф, сельский мент. Я всему голова, вот вчера отметелил дубинкой двоих. М-м-м, я ж крутой, ну а кто эти два городские менты? Городские менты. Одним глазом гляжу, а вторым не видать. Городские менты, о-о-о, городские менты. Научили, как нужно своих уважать. Спасибо, дорогие друзья. Роман Раменев специально для вас. Якщо вы позвечили им гроши, то дай вам Божья память и зустрічайте дуэт в очерній моталлик. Мы с тобой вдвоем летим-плывем В южной тишине, в морской волне Давай-давай-давай-давай! Красивый танцевый! В счастье мне пришло, подарить юг Давай, проще! Первая мини-тюрка называется «Чемпионат мира по уличным шахматам». Ваши аплодисменты и поехали. Здравствуйте! Здорово! Пожалуйста! Сейчас, да! Ваш ход. Еще! Еще две! В себе! Мат! Спасибо! Случай из жизни, который с нами прошел в Макдональдсе. Точнее, с которой... Да! Капю, каку изо рта. Да! Случай из жизни... Произошел. Проще. Случай из жизни, который с нами прошел... Произ... У-ху! Случай из жизни... Добрый вечер, дорогие друзья! Вторая мини-тюра. Случай в Макдональдсе. Случай из жизни, который с нами прошел в Макдональдсе, который прошел в жизни. Реальный случай из жизни. Ваши аплодисменты. История Макдональдс! Поехали. Вильна Касса. Неожиданно. Биг Мак. Чизбургер. Кило фри. И колу. Значит, ваш заказ. Чизбургер, Биг Мак, килограмм фри и кола. С вас 427 гривен. Отлично. Возьмите. Пожалуйста, вот ваш заказ. Спасибо. А вы думаете, все случаи из жизни в Макдональдсе должны быть смешные? И идем дальше. Миниатюрка называется «Шоу экстрасенсов». Добрый вечер, дорогие друзья. Я Иван Иванович Экстрасенс. И на счет 3 вы пойдете в транс. Раз. Два. Три. Мясо. Мясо. Спасибо большое, туэт-вечерние модельки Николай Этанов и суперподвязки Дмитрий. Спасибо большое. Наступный наш резидент довел, что автомат Калашникова надает крыло дядя Жора на сцене Камень-Уэйн. Добрый вечер! Добрый вечер, арену! Итак, друзья, сегодня поговорим с вами на такую тему. Знаете, давайте представим такую ситуацию, как в американских фильмах. На Землю летит метеорит, через пару минут столкнется с Землей. В общем, будет Армагеддон, кто что будет делать. Все начинают паниковать, все начинают что-то делать, да. Вот это такая ситуация, представили, да. Итак, если завтра наступит Армагеддон. Нет, ну, в принципе, ничего так будет страшно. Да, вот примерно так, но чуть-чуть мягче. Итак, поехали. Если завтра наступит Армагеддон. Нестер Шуфрич в костюме Супермена. Поплавский в костюме Бэтмена. Ющенко с лопатой собираются спасти мир. Леонид Черновецкий на своем звездолете с плакатом «Ура, я мэр! Усих марсиан!» улетает в своим уже сегодня. Олесь Довгий на стенах мэрии пишет. Олесь жив, Олесь навсегда. Земля бы у недорога. Яценюк собирает прощальное заседание Верховной Рады в полном составе и посылает всех нахрен. Потом заезжает в террариум и показывает факи всем кобрам. Ющенко в панике хочет распустить парламент, но по ошибке распускает улики. У Юлии Тимошенко появляется очередная отмазка на все. Наталья Витренко организовывает акцию «Скажи Армагеддону нет» возле ворот в преисподнюю. Молдавия хочет рискнуть в последний раз и нападает на Францию. Пинчук заявляет, что это самая масштабная акция его фонда, поэтому билеты на Майдан продаются. Занецкие, как обычно, выкупают все вип-места на Армагеддон, думая, что это кино. Брюс Вилли со словами «Да вы задрали!» берет отпуск за свой счет. Сушко собирает компромат, он уверен, что Армагеддон — это заказ кучмы. Лайф начинает глючить еще больше. Аболенты Лайфа не знают, что Армагеддон, потому что к ним нельзя дозвониться. Комитет по подготовке Евро-2012 радуется, что Евро срывается не по их вине. Максим Шацкий к сиспугу начинает попадать в ворота. Сборная Украины по футболу едет в Пекин на Олимпиаду и всех там дрючит, причем не в футболе. Гонщик Алексей Мачанов всем присылает СМС-ку, что единственный обгонит Армагеддон еще на Бориспольской трассе. Поплавский начинает петь фальцетами, и Армагеддон наступает на день раньше. Катя Асачча устраивает массовое захоронение шапочек. Иосиф Кобзон наконец-то дает свой прощальный концерт. У Мэрилина Мэнсона наступает долгожданный праздник. Торт, свечи, пентаграмма. Могилевская признается, что и с Козловским тоже. Козловский открывает страшную тайну, что его настоящая фамилия не Козловский, а Цицерман. Тина Кароль после 18.00 со словами «вот теперь насрать» съедает смело три гамбургера, восемь булочек и торт. Группа «Гринджолы» во второй раз решает поехать на Евровидение. Лобода начинает петь патриотические баллады и играть на губах. Украинская экономика вся уходит в тень, причем в этот раз реально. Компания «Кока-Кола» начинает производить водку. Компания «Чупачу» — с фалоимитаторы. Водители начинают брать взятки с гаишников. Луценко объявляет новую акцию среди гаишников. 80 тысяч долларов тому гаишнику, который остановит Армагеддон. Водилы такси и маршруток начинают слушать попсу и давать клиентам сдачу со 100 гривен. Проститутки заявляют, что будут работать до самого конца. Павел Глоба задалбывает всех смс-ками с текстом «А я ж... предупреждал!» Билл Гейс так и не узнает, что дядя Жора из Камеди пользовался всю жизнь взломанным вордом. У группы «Квест Пистолс» увеличивается концертный график. Участники проекта «Дом-2» всех проклинают и сжигают себя на костре. Дана Борисова уверена, что это программа розыгрыша нервно ржет. Роман Трахтенберг выступает с официальным заявлением, в котором признает себя конченым. Бебешка с Кузьмой создают группу «Поющие белые тапочки». Мужчины по статистике напоследок хотят трахнуть. Группу «СМС» 9%, группу «Неангелы» 28%, 2% «Эль Кравчука» и 62% ту, которой с дядь Рокер. Особенно те, кто хранит сбережения в долларах. Потап и Каменский успевают выпустить новый хит и снять клип про Армагеддон, но ненадолго. Украинский ПВО сбивают ракеты и метеорит, как всегда, случайно. Но самое страшное, что после Армагеддона уцелеет только одно здание. Торговый центр «Троицкий» возле республиканского стадиона. И останется в живых только один человек. Роман Бессмертный. Он дадут жизнь новым людям. Ну, на корнях два выживших китайца. А в нас снова сторона интеллигентного гумора. Дует имени Чехова. Друзья, следующий номер. Дорогие друзья, ну вы знаете, да, была такая старая история про Клинтона и его секретаршу. Вот, что вот у них был секс, мол, прямо на рабочем месте. И раструбили по всем каналам об этом. Представьте себе, дорогие друзья, такие случаи могут случаться в разных странах. И так, как в разных странах, разные новости об этом сообщают. Для начала простой вариант, да, очень просто. Армянские новости. Соответственно, армянский президент. Ваши аплодисменты. А на добрый вечер в эфире армянские новости. Ну что, сегодня есть новость. Все ее как бы знают. Говорит, короче, президент наш. Бак, молодец! Да, да, да. Вот такой он. Кто говорил, что Петик? Слушай, какой умница! А мы еще думали голосовать за него или не голосовать. А теперь, внимание, в видео сюжет. Доставай попкор, давай! Никазов, Никазов, президент. Следующее. Представьте, такая ситуация произошла с российским президентом. И, соответственно, российские новости. Добрый вечер. В эфире главные новости дня. И в студии я, Андрей Молочный. И Антон Ливенник. А сейчас вкратце об основных событиях. Фестиваль фольклорной музыки прошел в Калуге. С большим успехом. Ну что ж, а главную новость дня сегодня расскажет Антон Ливенник. Главное, спортивная новость дня. Сегодня Ярославский Шинник обыграл московский спортаг с разгонным счетом. Ну а Андрей Молочный сейчас расскажет о том, о чем сегодня говорит вся страна. Вы знаете, мы ждем видеосюжет. Ну что ж, а пока Антон Ливенник все-таки расскажет о событии, которые потрясло весь мир. Президент России. Это были главные события дня. Андрей Молочный и Антон Ливенник. Спасибо. Я посидел, Павел, у него. А я вот не знаю. Что-то можно поставить. Чего ты? Не надо. Такое могло бы случиться и в Украине. Ну, фантастика, но допустим. Украинский президент, соответственно, украинские новости, ТРК Украина. Сбор урожая начался сегодня на Украине. Селяне вышли на поля и рекордными темпами, фу, собрали врезать. А теперь о спорте. Ну что ж, сегодня опять киевская Динамо. Загадила с Киряновым всех. Та же самая новость о президенте и секретарше. Детский канал Капитошка. Знаете, дети? Да. В одном королевстве жил король. Типа. И у него во дворце работала злая ведьма. Капец. И вот входит король в кабинет, увидит ведьму, достал мечь и как трахнет ее по голове. И по жопе. Да. Вот и сказочке конец, да. Конец такой же. Африканский президент, секретарша, африканские новости. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня наш президент в своем кабинете трахнул секретаршу. А теперь о погоде. И напоследок. Украинский президент, украинская секретарша, пятый канал. Вы знаете, из лагеря Блакитных снова звучат брудные обвинения в баке президента Украины. Ворогами демократии пошируются безсовестные плитки, что до того, что, наверное, президент сделал что-то такое, что ему не можно было делать. Мы сами понимаем, что он, естественно, не мог этого сделать. Но почему бы ему и не сделать этого, правильно? То есть он же не человек, он такая человек, как эти. Он обычный гражданин. Если он сделал, то сделал. То сделал, то сделал. Президент знает, что он делает. Да, он действительно человек. Да. И нам не может быть соревнованным за нашего президента. Да, там такие дела, пять минут и все. Да, что там всего? Да, пять минут, это для него и богатый, я бачу. Три максимум. Да, три. А вот это все брудные плитки. Брудные плитки. Это все ригуны. Это все. Я могу. Это прекрасная нота. Я и хотел представить вам этого человека. Друзья, это Андрей Молочник. Да, и с вами еще в студии был Антон Лирник. Давайте вы нечаяхать. Спасибо большое. Спасибо. Александр Рангёв, это да! Дякую за уси резиденты команды главы Украины на всей сцене. Сегодня вам настреки дьяволы. До этого не Чехова, а не и молочный, это Антон Лирник. Дядя Жора. До этого добрый вечер. Селья Войстахов, это Андрей Бурым-Бурым. До этого стадия Южная Панкота. Вадим Шэши, это Владимир Журавлёв Собака. Вечерний Метеллик. Селья Брутова, Тернобельский Сирый. Роман Рамиев. Знаете, терпіти не мог, коли хто-нибудь прощався на кшталт Папа, покусики, тёмки-тёмки. Але мы ж не можем закинчать камеді на мегапозитиве. Папа, покусики, тёмки-тёмки. Побачимось наступного полетилочка. Дьявол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова